Тюркский союз, Туран, объединение всех тюрков, единство и мир, интеграция и процветание. В этом видео мы попытаемся извлечь уроки из истории, разобравшись с самым большим препятствием на пути создания Тюркского союза. Как вы уже догадались, мы разберем последствия исторического конфликта, когда брат пошел на брата. Но для начала не забудьте подписаться и поставить лайк. Для вас секундное дело. А для нас целая мотивация. Спасибо. В истории борьба между Эмиром Тимуром и Елдарым Баязитом, соперничество Яву Султан Селима и Шаха Исмаила, борьба между Бухарским, Хивинским и Каканским ханствами в Туркестане, конфронтация между казахами и кыргызами. Это, как бы мягко сказать, ненадобная борьба за власть или месть, которая препятствует тюркскому единству. Если тюркские народы хотят объединиться прежде всего в культурном и духовном плане, то первое, на что мы должны обратить внимание, это примирение с братьями. Так давайте на примере конфликта между Эмиром Тимуром и Елдарым Баязитом разберем и посмотрим, что было потеряно. Борьба между Тамерланом и Баязитом стала важным поворотным пунктом в истории тюрков. Эта борьба помешала созданию великого тюркского единства или расширению тюркского суверенитета. И хотя Эмир Тимур был нацелен на Китай, а Елдарым Баязит на Европу, соперничество между ними привело к тому, что один потерял то, что имел, а другой – время и власть. По мнению Эмира Тимура, правителем должен быть выходец с востока, а подчиненный ему лидер должен быть отправлен на запад и отвечать за контроль над тамошними землями. Более того, Эмир Тимур говорил, «Я был избран собранием тюркских старейшин, а ты унаследовал этот трон от своего отца. Поэтому тот, кто избран, должен быть главным». Елдарым Баязит в свою очередь ответил, «Как на небе есть только один творец, так и на земле должен быть один правитель. Примите мое правление, и не будет нужны в войне». Безусловно, имело место много причин для войны, и, по мнению каждой стороны, другая была не права. Таким образом, два лидера сразились в битве под Анкарой, и больше всех пострадали простые тюрки, принесенные в жертву личным амбициям, должностям и борьбе за власть. Армия с обеих сторон состояла из тюрков по происхождению и мусульман по вере. Армия Тимура была намного больше османской, ее вели слоны, привезенные из Индии, а большинство солдат были всадниками. Кроме того, перед битвой Тимур заключил тайное соглашение с сербскими войсками под предводительством короля Стефана Лазаревича, а карагаши или карататары расположились над левым флангом османской армии. Так каковы были последствия битвы при Анкаре? Проигрыш Османской империи в этой войне стал причиной больших деструкций в истории анатолийских тюрков. Так, мечты султана Баязита о создании политического единства тюрков Анатолии были разрушены, а его усилия сведены на нет. Политика расширения, проводимая обоими тюркскими правителями, привела к победе Тимура в 1402 году на равнении Чубук при Анкаре. Поражение и плен Баязита проложили медленный путь к распаду Османской империи и послужили причиной 11-летней междоусобицы за престол между принцами. А для тюркского единства имели следующие последствия. Раскол среди тюрков Борьба между Тимуром и Баязитом усилила раскол и разобщенность среди тюрков. Это ослабило объединительный потенциал тюркского мира. Разрыв связей между Центральной Азией и Анатолией Эта борьба ограничила использование исторических тюркских маршрутов из Центральной Азии в Анатолию и препятствовала торговому и культурному обмену. Ослабление власти тюркских правителей Борьба между двумя лидерами ослабила их власть и вызвала внутренние конфликты. Расходование ограниченных ресурсов Борьба между Тамерланом и Баязитом привела к тому, что они тратили свои ограниченные ресурсы на борьбу с друг другом. Эти ресурсы были использованы в борьбе, когда они могли бы быть потрачены на укрепление единства. Взаимная вражда между тюрками Борьба привела к вражде и соперничеству между братскими государствами. Это способствовало расколу места единства. Разрыв связей между тюркскими общинами Борьба между Эмиром Тимуром и Елдером Баязитом сократила общение между тюркскими общинами, и препятствовала культурному обмену. Слабость тюрков по отношению к другим культурам Борьба за власть между тюрками усилила влияние других цивилизаций культурно-тюрков и сделала их уязвимыми. Препятствие распространению тюркской культуры Борьба между Эмиром Тимуром и Елдером Баязитом препятствовало распространению тюркской культуры и расширению сферы ее. Это было важным инструментом для укрепления тюркского единства. Экономическая слабость тюркских государств Во время этой борьбы тюркские государства тратили свои ресурсы на войну и испытывали экономическую слабость. Это негативно сказалось на усилия по обеспечению тюркского единства. Тень на идеале тюркского единства Борьба Эмира Тимура с Филдером Баязитом ослабила чувство единства и солидарности среди тюрков. В 2024 году государства-члены организации тюркских государств и их лидеры должны ставить на первое место интересы общества, а не личные амбиции и повседневные расчеты, а также выдвигать планы на столетия. Пусть история прольет на нас свет, пусть этот свет осветит путь наших лидеров. Напишите в комментариях, на какие темы вы хотите следующие выпуски.